В нашем регионе стартовала активная фаза вакцинации работников в сферу образования. Согласно министерским протоколам, преподаватели и администрация школ, училищ, университетов вакцинируют препаратом компании Pfizer. На этой неделе сертифицированной и наиболее эффективной, по мнению специалистов-иммунологов, вакцины прививали и сотрудников Одесской юрокадемии и ее подразделения, а также преподавателей Международного гуманитарного университета. Наша съемочная группа следила за процессом подробностей материала. Утро в клинике Международного гуманитарного университета и медпункте Одесской юрокадемии. В коридорах уже людно, вовсю работают центры вакцинации. Пришло время и работников сферы образования получить первую дозу антиковидной вакцины. Правительство страны постановило, лучших людей страны нужно вакцинировать препаратом Pfizer, который в сообществе экспертов имеет более положительные отзывы, чем препараты других производителей. Впрочем, и требования к Pfizer особые. Хранить только в холоде и недолго. Задача руководства Юрокадемии и МГУ – планово дважды провакцинировать сотрудников до 1 сентября, то есть до начала учебного года. По инициативе президента Национальной юридической академии Сергея Васильевича Кивалова мы наработали хороший опыт совместно с третьим центром первичной медико-санитарной помощи. Мы одни из первых в Украине две недели тому назад на нашем стадионе провели масштабную акцию и показали, как правильно нужно организовать на больших открытых площадках безопасную вакцинацию людей. Тогда прошло у нас больше 370 человек. Активно принимали участие в вакцинации студенты-медики МГУ. Они и сегодня все активно задействованы. То есть их опыт сегодня как раз и пригодился для того, чтобы мы могли очень четко, оперативно и без каких-то проблем провести всем сотрудникам вакцинальную кампанию. Для того, чтобы защитить свой организм от главного недуга третьего десятилетия 21 века, сотрудники учебных заведений должны пройти обязательную процедуру регистрации. В этом посетителям медкабинетов помогают практиканты, студенты мединститута Международного гуманитарного университета. Я рада, что я общаюсь с людьми, я вижу, насколько это важно. Мы тоже провакцинированы. И для меня это честь, что я сижу здесь и помогаю университету в клинике. Заполняю анкеты, соглашения. Вот меня подписывают люди, заполняют свое имя и анкетки насчет их состояния здоровья и соглашения насчет того, что они проинформированы про вакцину, про все последствия и про то, что они согласны. Еще одна обязательная процедура – медосмотр. Специалист, пока не разузнает о вас всю информацию на предмет сопутствующих заболеваний, аллергийные медикаменты, на прививку не отпустит. Все данные вносятся в национальную программу «Хелси». По итогам первой вакцины выдается справка, а после второй – полноценный документ, подтверждающий прохождение всех этапов. Если человека нет в этой базе, а у него есть результат, что он вакцинирован, то это не будет считаться проведенным. То есть каждая вакцинация проводится через базу «Хелси», всеукраинскую базу. Сразу после прививки посетителей центра вакцинации тоже не отпускают. В специальном зале под наблюдением врачей нужно посидеть минут 25-30. Если вакцина подействовала не так, как надо, то именно за первые полчаса после дозы это станет известно. К слову, наши собеседники после вакцинации на плохое самочувствие не жаловались. А на предложение защитить организм от коронавируса откликнулись одними из первых. Великого центра вакцинации, который объединялся к табору людей, которые считают необходимым вакцинацией. Ускільки это, на мой взгляд, один из найденных способов борьбы с пандемией. Весь цивилизованный мир доказал, что это единственный способ борьбы с коронавирусом. Я думаю, что не было сумнівок. Велика подяка, потому что вакцина Pfizer сейчас очень мало в Одессе, я знаю. Поэтому, почувши эту пропозицию, я не мог отмолвиться. Дякую. Напомним, что Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет по инициативе президента вузов почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова одними из первых в нашем регионе включились в борьбу с коронавирусом. На базе клиники Мединститута МГУ был развернут центр по противодействию пандемии. Платы интенсивной терапии, сертифицированные тесты на определение ковида и антител у одесситов, самый большой по площади центр вакцинации в городе, активное участие студентов-медиков и специалистов, преподающих вузе. И это только часть весомого вклада университетов в противодействии с инфекцией. Зеленая зона по всей стране расслаблять не должна. Борьба за здоровый город и здоровую страну продолжается.